Вместе со всей страной, но на неделю позже. Спортивные выходные открыли субботним утром участники соревнований Лыжня Татарстана 2017, которая проходила в рамках Лыжни России. Местом проведения традиционно стал парк Прибрежный. Но какой же зимний лес без его хозяина Медведя? Таковых на этой лыжне в этом году было целых два. Один представлял Авторадио, а второй – СТВ Пятый канал. Как прошли самые массовые зимние старты? В репортаже с места событий расскажет Ксения Шулакова. Из-за февральских морозов Лыжню Татарстана впервые за 13-летнюю историю соревнований перенесли. И за эту неделю количество ее участников только увеличилось. Первыми на Лыжню традиционно вышли спортсмены. Участники шести забегов разных возрастных категорий стартовали с промежутком в пять минут. На Лыжню Татарстана 2017 заявлено более 22 тысяч человек, которые представляют не только набережные Чулы, но и ближайшие населенные пункты. Традиционно самыми массовыми становятся забеги школьников. Юноши и девушки до 17 лет пройдут дистанцию 3,2 километра соответственно. Следом пройти дистанцию предложили тем, кто поддерживает здоровый образ жизни и просто является сторонником активного зимнего отдыха. Настроение хорошее, день хороший, буду бороться. Я выбрал первый ряд, чтобы быстрее проехать, так как сегодня холодно, но тем не менее мы пришли, настроение хорошее, все бодренькие. Массовые старты участников старше 18 лет были не столь многочисленны, но тем не менее и трудовые коллективы прибыли на соревнования. Организаторы отмечают в этом году увеличение числа индивидуальных и семейных заявок. Мы участвуем каждый год в Лыжне. Я пришла вместе со своим коллективом, администрацией центрального района и вместе со своими детьми. Мои дети меня поддержали. Дочь Эльмира, пятилетняя Санира, стала самой юной участницей соревнований. Не обошлось и без традиционного участия VIP-спортсменов. Руководителям города и предприятий депутатам горсовета предстояло преодолеть дистанцию 2017 метров. Я, можно сказать, вырос на лыжах в спортивной школе, которая сейчас называется «Титан». Я прозанимался порядка 20 лет. У меня, как говорится, вся семья спортивная, все занимаются лыжами. В это же время на площадке перед лыжней шло награждение победителей забегов. Торжественная часть прошла при активной поддержке СТВ 5 канала и авторадио «Набережные Челны». Победители и призеры соревнований, помимо традиционных медалей и кубков, получили ценные подарки от холдинга СТВ «Медиа», а также вкусные наборы от спонсора агропромышленного комплекса «Камский». Те же, кому не посчастливилось быть в числе первых на лыжне, смогли принять участие в ярких развлечениях от 5 канала и авторадио. Ведущие приготовили веселые конкурсы, которые были интересны всем, вне зависимости от возраста и физической подготовки. На старт! Участники конкурсов от СТВ 5 канала и авторадио получили не только заряд бодрости, но и заслуженные подарки. И у всех была возможность согреться под зажигательные ритмы дискотеки 80-х от авторадио, отмечающие 15-летие обещания в «Набережных Челнах». Ксения Шулакова, Ильяр Мустафин, Челны 24.